Я сейчас хочу сделать акцент на заточке секаторов. Вот таким вот образом они разбираются и здесь вот это серповидное полотно имеет заводскую такую насечку очень грубую, то есть соответственно мы это полотно не трогаем. Наша задача именно заточить вот такое полотно с выпуклой режущей кромкой. Такой вам совет, лайфхак и вообще то, что я объясняю и говорю, мы располагаем именно вот таким вот образом само полотно. Давайте еще раз покажем, после закрепления покажем нашим зрителям. Вот таким вот образом, то есть у нас получается режущая кромка, она должна быть расположена в горизонте, то есть вершина с нижней частью режущей кромки, она должна быть в одном горизонте. Для чего? Для того, чтобы высота фаски осталась неизменной. Вот, ну и сейчас естественно я подбираю угол заострения. То есть вот сейчас прогоняю, это у нас 60, 55, 50... И для контроля режущей кромки вы можете использовать фломастер. Аж 35, да. Маркер естественно мы используем, но в данном случае сейчас 35 градусов угол заострения. Ну то есть тот, который был задан заводом производителем, я в него сейчас по факту попадаю. И вот таким вот движением, то есть как бы округлым, мы это все исполняем. Вот. То есть при таком расположении вот этого вот полотна мы получим однородной высоты фаску красивую. Вот. И соответственно наша задача также выйти на режущую кромку. Ну, для чистоты заточки мы можем, конечно, и на плоскости расположив заднюю поверхность полотна устранить заусенец. Но на самом деле, как показывает практика, при, ну, после смыкания опять же заусенец сам слетает. Тем более мы говорим о том, что мы работаем с очень плотными материалами, а именно с сучками, ветками деревьев. Вот я сейчас попал в то же самое пятно контакта, то есть вот у нас сейчас видеооператор покажет, что оно идентичное тому, что было. Вот. Вот, извиняюсь. То есть сейчас я прям очень аккуратно делаю. Напомните, каким абразивом вы пользуетесь? Абразив это электрокорунд 25А, то есть это электрокорунд белый, зерно F180. Все, у нас это полотно готово, то есть нам остается только взять и собрать. Собрать сам секатор. Извиняюсь. Да, здесь нужно обязательно понимать, то есть как попасть вот в этот квадрат. Потом это все затягивается очень аккуратно. Ну и собственно мы устанавливаем в обратную пружину. Вот. То есть здесь, ну как бы, к сожалению, ветку я не принес, но поверьте мне, работать они будут идеально. Вот этот секатор, он очень интересный. Да, вот сейчас его Эдуард держит, я его тоже перед началом. Да что ж у меня все падает. Да, то есть я вот хотел сакцентировать вот этот момент на вот этом секаторе. Ну то есть вот это полотно мы сейчас только что затачивали. Мы, да, только что его затачивали. У нас есть вот такое вот полотно в виде серпа. Крестовую отвертку можно, если есть. Спасибо. Вот сейчас я расслабляю вот этот вот винт. Я подготовил специальный, ну точнее не то чтобы специальный круг, а в свое время я очень часто, ну скажем так, периодически портил профиль белого электрокорунда. И в конце концов, меня это все достало. И я приобрел вот такой вот себе алмазный круг. То есть по большому счету это также можно заказать через компанию ADEMS. То есть ну если необходимость ваших секатор, ну точнее появление секаторов в вашей мастерской возникнет. Такой круг. Здесь профиль какой он? 1 FF1. Вот. То есть зерно 100 на 80. То есть я его заказал. И собственно почему? Потому что вы видите, какая здесь вогнутая поверхность. То есть ни один круг с прямым профилем сюда не зайдет. Вот. То есть поэтому либо вы будете каждый раз электрокорунд править алмазной шарошкой, либо вот можно заказать такой вот замечательный круг. То есть тех, кого это заинтересовало, вы можете связаться с менеджерами компании ADEMS и они вам ну уточнят то есть цену на этот круг. Вот. Зерно, да еще раз, 100 на 80. Сейчас я ставлю угол заточки, делаю 85 градусов. И вот у меня здесь как раз нанесен маркер. То есть сейчас постараемся попасть в это пятно контакта. Причем обратите внимание, опять же удобство станка ADEMS PRO 2. Заключается в том, что я могу, ну как бы установив круг на PROFIX, да, у меня могут круги там стоять, как говорится, в рядок и мы будем... Да, ну вот здесь единственный момент, биение по передней поверхности, к сожалению, я убрать не могу. Но для этой работы, да, для этой работы меня это биение нисколько не пугает. Почему? Потому что это все, ну то есть я это не держу в руках, это все с помощью держателя, поэтому достичь результата по формированию именно фаски, по формированию передней поверхности достаточно легко. Причем я проникаю в самые, ну скажем так, прохожу все самые изгибы. То есть фасочка, вот она, все, она сформирована, готова. Я вышел на режущую кромку, появился легкий заусенец, то есть мне достаточно теперь заточить только вот это вот полотно с выгнутой режущей кромкой и, соответственно, секатор будет заточен. Вот, поэтому, опять же, показал именно удобство станка и его возможностей, ну и, соответственно, возможности держателя и манипулятора. Идем дальше.